Информация на сайте общественного государственного сайта официального нидерландского Продолжительной заботы. Этот бюджет, это деньги, которые предназначены для покупки заботы, то есть забота как таковой уборка, например, покупки, то есть что человек не в состоянии делать. Какая-то может помощь на дому, в том смысле, что даже если человек не может заложить стирку и вынуть, или пройти большое расстояние, или ему тяжело, например, пылесосить, мыть пол, ну в таком смысле. Это расшифровка сейчас. Переведу, что просто как можно более дословно, но коротко. ПХБ, персональный бюджет, из вот этого закона о продолжительной заботе, это может быть интенсивная забота, это может быть продолжительная забота, то есть это не на одну неделю, у человека нет каких-то шансов на улучшение. Вот поставили диагноз и всё, и состояние улучшаться вряд ли уже улучшится. Всё, вот это вот уже индикация, то есть предназначение, чтобы получить такую заботу. Для взрослых, для детей и взрослых. Но для детей это значит для детей, которые не в состоянии, то есть ненормальной развитии, у них там отстают в развитии, или какие-то отклонения физические, ментальные. Далее. Права, правила для получения. Дальше идёт. Вы или ваш ребёнок уже получили индикацию от Зорхфанайт ДВЛЗ. То есть получили индикацию от этого закона. Но если уже признал человек инвалидом, то это уже полагается, что ему нужна такая забота. То есть не обязательно, если он не обращается, но если он обращается, то, конечно, имеет право обратиться и должны рассматривать такой вопрос. Дальше. То есть вы уже поговорили с конторой о том, почему именно персональный бюджет вам нужен. Это называется «бывыста клюзих аспрек». «Бывыста» — это значит сознание, сознательный выбор, разговор о сознательном выборе. Далее идём. Следующий пункт. Вы пишете бюджетный план. И какую заботу вы выкупаете? То есть есть такое понятие «инкоп» — Зорх. «Инкопт», «инкопт», «инкоп». То есть закупаете, потому что всё идёт на деньги и часы. Где вы покупаете и у кого? Вы заключаетесь тем, кто предоставляет заботу, контракт. Ну или «зорх овари инкомст». Затем в нём должны находиться деловые... Это я уже немножко отклоняюсь. Потому что очень сухой текст. И более конкретно, смотрите, стоят... В этом контракте должны быть занесены какие деловые отношения у вас есть. Там будет номер идентификационный, естественно. Но вы конкретно обговариваете. Допустим, человек приходит раз в неделю, в какой день, или раз в две недели, или два раза в неделю. Это зависит от того, как далеко живёт человек, согласен ли он, хочет ли он так или нет. Ну то есть возможности сопоставлять. Далее. Иногда... Сон смутый окузорх башхрявин и нитвилен. То есть иногда вы должны заполнить описание, что должно происходить у вас дома, допустим. Ну или вообще в вашем случае. И ваши предпочтения, как вы представляете себе, как это должно происходить. Вы должны... Вы можете представителя... То есть подсказать, вот это мой представитель, который ПФБ для вас... БГИРД, ну то есть это... Владеет этим бюджетом, то есть распоряжается этим бюджетом. Иногда это даже обязательно. И далее идёт Хэвар Борх де Геоп. То есть есть некоторые моменты, когда человек не может ментально распоряжаться. Поэтому представляет... Ну можно кому-то делегировать этот вопрос. Но это, ну скажем так, давайте разберём случаи с человеком, который при знании, при сознании, то есть не очень пожилой, всё в порядке с мозгами, но с телом, допустим, ну не может человек. Что-то такое произошло, и ему нужна помощь. Итак, расширенную информацию можете найти ПФБ и ВАРДИХ ГЕЙД. ВАРДИХ ГЕЙД обозначает ВАРД, это цена. Ну ГАЙД это такое расширенное понятие. То есть предназначение, как бы стоимость, вообще для чего это всё ВАРД стоит и для чего это всё стоит предпринимать. Или вообще чего стоит этот, ну как бы дословный перевод, он очень такой большой, но не будем улетать в космос, ограничимся тем, что ВАРДИХ ГЕЙД, способность получать, ну то есть способности, каждому по способности, скажем так. Далее идёт условие. Вы не можете оплачивать бэханделинг. Бэханделинг это значит, если что-то вам делают с медицинской точки зрения, помогает, вот это вы не можете из ПФБ. Но помощь на дому очень даже возможно. шаги, то есть шаги следующие, вот, ну первый шаг, как же это так покороче сделать, сделано так, чтобы случайные люди не разобрались. Итак, у вас первым должен произойти вот этот разговор, бэхэстэкэйзи. Затем. Вы составили контракт, нашли своего какого-то человека или попросили в хименте, кто этим занимается. У них там есть список, кто занимается такими, такой помощью, например. Вам не нужен никакой представитель, который интересы ваши будет представлять. Далее, ну то есть у вас, дальше вам нужна индикация. Если человек уже признан инвалидом, тогда вот здесь запрашиваем СИС. И вот этот СИС определяет, нужна ли вам забота или нет. Далее вы посылаете индикацию в ЗОГКонтор. Это контору по заботе в вашем районе. Вы просите эту контору персональный бюджет для долгосрочной помощи, то есть из закона долгосрочной помощи на дому. То есть это все обложено, конечно, кучей законов, но никуда не денешься, за денежки приходится отвечать. Поэтому какой закон? Вот такой закон. В.Л.З. В.Э.Т. Закон Лангдюрыха продолжительной ЗОРХ заботы. В вашем случае, допустим, на дому. И эта контора о заботе обсуждает с вами какая? Нужна ли вам? Ну, нужен ли именно такой бюджет вам? Или почему он вам подходит? Ну, всегда можно найти причину, что вы хотите личный контакт рядом. Может, вам не раз нужно в неделю, а может, вы хотите поменять день. Вам нужно личный контакт. а так, то есть, допустим, семья иностранная. Вы можете сами найти, кто на вашем или не на вашем языке говорит. То есть, вам хочется, может быть, не в те часы, когда конторы работают, потому что конторы – это подсказка. конторы пришлют человека с 8 имеет право присылать или там с полдевятого до 4 вечера. А вы хотите, допустим, с 4 до 6, ну, к примеру. И об этом можно договориться лично с человеком. А если контора, тогда, ну, как бы, не проходит такая договоренность, потому что у конторы тоже есть регламент какой-то и у них тоже страховки. А так, можно найти человека, который уже застрахован как предприниматель или у вас есть хорошая страховка. И, ну, может что угодно произойти, надеемся, что нет, но человек, который убирает, извиняюсь, может поскользнуться на чем-то, что-то разбить, упасть, ну, или порчу имущества сделать. А эти конторы оплачивают, например, выходные они не оплачивают, то есть вы не имеете права работать, значит, ничего не могло произойти в этот момент, вот там, субботу или воскресенье. Может вы хотите, чтобы человек в воскресенье поубирал, вот, ну, есть варианты, и это обговаривается. Почему именно? Все, в принципе, просто. Так, высота вашей помощи, высота по цене, сколько вы можете получить. Все завязывается на деньгах, часы, часа, деньги, как это еще подробно назвать, все это, общее слово, тариф. и они уже определены, они, то есть вы не можете заявить, тариф выше, чем нормальный. Например, Химента сказала, 20 часов такому человеку можем оплатить через бюджет, а человек просит 22, и вы согласны с ним, и вы хотите, там, или 25 просит, ну, к примеру, значит, часть вы доплачиваете сами. это вот максимальное, что они выдают, там, допустим, 23 евро в час. Вот тут написано, что по всей стране максимальные тарифы, и вот табель, на какую заботу, какие тарифы, можем раскрыть его в следующем видео, посмотреть. То есть, есть формальный и неформальный тариф. Формальный тариф выше, чем информальный, то есть, если кому угодно доверите, убирайте себя дома, там, например, то есть, такие вещи. Информальный тариф, он дешевле, то есть, он меньше, ниже. Такой помогательный, скажем так, помощник могут тоже просить формальный тариф, но вам не будут его оплачивать, то есть, разницу вы доплачиваете сам. Ну, так стоит закон, и смотрим дальше. Зоргферлейнерс, помощники, которые в организации работают, записаны в камерфанкопхандл, то есть, как предприниматели, например, или помощники, которые записаны в БИК-регистре, это БИК-регистре, 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 и не член семьи, того, кому предназначается этот бюджет, или люди, которые без персонала, то есть, один вот человек может на себя оформить дело, допустим, я там помогаю людям, и те, которые не члены семьи, члены семьи могут, но они получают другой тариф ниже, потому что очень много с этим хитрят, и как бы я, твоя моя, давай, получается, и поэтому ну, хоть и хочет помогать, значит, вот он согласен на такую оплату, далее, смотрим, вот пропускаем с партнером или семейным человеком, ну, то есть, вашей семьей, членом вашей семьи, пропускаем, если надо, развернем эту тему, но членом вашей семьи вашей семьи информальный тариф может быть до 22 евро 98 центов в 2023 году, далее, в 2023 году уже есть такой трекинсерект, он и ранее был, то есть, раньше мог быть перечислен бюджет тому, кому нужна помощь, но теперь его перечисляют прямо заявленному человеку на счет, если вы хотите, чтобы у вас человек, вот вам кажется, вам мало 2 часа в доме или 3, вы с человеком можете договориться, ну, давай ты еще часок там доработай, я тебе уже там заплачу уже дополнительно сам, вот, ну, вам назначили столько часов, вы там посопротивлялись, написали письмо, мне надо больше, призначили там, назначили больше, это прекрасно, всем все рады, но если так не получается, человек говорит, не, ну, все-таки я могу доплатить, пусть человек еще то сделает или там сделает, вот, и таким образом все равно переходят деньги, ну, то есть, перечисляется человеку, который предоставляет помощь, далее, больше информации вот по этим услугам вот здесь можем развернуть СВБ, вот наша самая главная контора, мы к ней добрались, СВБ, Social Forsyterings Bank, социальный страховой банк, который вообще все это толком оплачивает, а также человек, который нанимает помощь, то есть, это все проходит опять, потом через веб-сайт ЦАК, Центральная Административная Контора, то есть, ее в простонародье просто говорят САК, человек сам должен платить какой-то немножко из своих денег, допустим, там, ну, может, пять, шесть, семь евро своих, если приходит убирать, там, и им оплачивают 23 евро, или там, ну, 22 евро, официально перечисляют, то своя, это называется Айхенбайдрахен, то есть, своя, до помощи, немножко своих денег человек платит, но это даже не зависит от доходов, то есть, маленький доход, большой доход, неважно, пока такой закон есть, детям, которым нужна забота, до 18 лет, они не платят, свое полностью государство им оплачивает вот эту заботу, далее идет поддержка клиентов персальду, то есть, вот такой есть тоже поддержка для бюджета, ну, для тех, кому этот бюджет предназначается, то есть, клиент поддержка клиентов при вот этом долгосрочном бюджете ВЛЗ и ПХБ и советы, дальше куча сайтов, которые, ну, то есть, вот эти поддержки, бюджет, план, может его скачать, можно где-то тарифы, ну, в общем, лес лесный, темный, но, ну, и сразу у вас есть вопросы, вообще-то мы зашли на сайт государственный, официальный, и если есть вопросы, то можно здесь понажимать, узнать, ну, кто хочет быстрее, извините, что так недолго, ага, Продолжение следует...